Александр Науменко 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 Мужчина прошел по узкой тропке, обходя раскидистую ель, останавливаясь неподалеку от свежего холмика. Откуда-то из-под венков выбежала тощая крыса, свизгом исчезая в зарослях кустарника. Дмитрий Олегович вздрогнул от вида мерзкого кладбищенского грызуна. «Только этого мне еще не хватало!» – пробормотал он себе под нос, поправляя тяжелые очки. С небес по-прежнему лил дождь, но пришедший не обращал на это внимания. Таня, стоя на одном месте, переминаясь с ноги на ногу, сжимая в руке букет цветов белых роз, какие любила Таня. По лицу стекали капли, одежда промокла, как и седые волосы. Но все это явилось сущей мелочью по сравнению со вселенской тоской. «Когда-нибудь мы будем лежать рядом!» – сказал он под треснутым голосом. «Местечко для себя я уже приготовил!» Он поглядел на небольшой кусочек пустого пространства, которого как раз хватит, чтобы подхоронить еще одного человека. В мозгу тут же вспыхнула картина его последнего мига, и страх пронзил разум. Несмотря на долгие прожитые годы, плохое здоровье и потерю смысла жизни, думы о смерти по-прежнему заставляли вздрагивать. «Эх, Таня, Таня! Ты ушла слишком рано! Нам бы жить еще и жить!» Мысли переметнулись к дочери, которая находилась на восьмом месяце. И родившийся вскоре ребенок уже никогда не увидит бабушку, разве только на фотографиях. Да и Таня ушла, так и не увидев внука. Хотя сильно ждала. Мечтала об этом. Тяжело вздохнув, Дмитрий Олегович приблизился к могиле. Склоняясь вперед, чтобы положить цветы, как вдруг, Влажная земля под его ногами поползла, И мужчина с огромным криком провалился во тьму, Накрытый горой венков и уже засохших цветов, Принесенных ранее и все еще не убранных. Он лежал на спине, громко постановая от боли. Ноги придавила земля, Голова гудела, ударившись на что-то твердое. Из правого уха стекало нечто теплое, возможно, кровь. Где? Где я? Сумев перевернуться на живот, Дмитрий Олегович полез в карман, включая смартфон, Пытаясь подслеповато разглядеть окружающее пространство. Чтобы отыскать его очки, речь даже не шла. Те были похоронены под грудой земли. Запрокинув голову, мужчина увидел серое небо И осыпающиеся края ямы, В которую он каким-то образом очутился. До поверхности было метров пять, никак не меньше. В одиночку ему никогда не выбраться отсюда. Слишком стар для таких подъемов. Да и земля влажная. Почти с ровными стенами. Так что в любом случае без шансов. Опустив взор, Дмитрий Олегович Наконец уставился на то, что находилось прямо перед ним. Это был гроб. Тот самый, в котором месяц назад похоронили Таню. Вот только внутри тела отсутствовало. Лишь какие-то непонятные и дурно пахнущие остатки, Лежавшие на дне. Нет. Я просто не верю во все происходящее. Не верю. Он поднес дрожащую руку к уху, Дотрагиваясь до него. А потом, глядя на темные пальцы При тусклом свете телефона. Точно кровь. Тяжело поднявшись на негнущиеся ноги, Мужчина осмотрелся, Пытаясь разглядеть то, что скрывала тьма. По обеим сторонам тянулся какой-то коридор, Или, лучше даже сказать, тоннель. Круглый, с гладкими волнистыми стенами. Никогда не слышал ничего подобного, Подумалось ему с тревогой. Где новое кладбище? Здесь раньше были поля, И о подземельях никто не упоминал. Голова слегка закружилась, А перед глазами Замелькали разноцветные пятна. Кровь в висках застучала Множеством маленьких молоточков. Это было нехорошим симптомом. Нервничая, у него всегда поднималось давление, Что, понятное дело, было чревато последствиями В его возрасте. Следует Как-то выбраться отсюда. Хотя Нет, лучше Позвонить, ведь связь стабильная. За лодыжку его кто-то быстро и больно укусил. Дмитрий Олегович тут же обернулся, Но наткнулся лишь на пустоту, Хотя Буквально кожей почувствовал Движение вокруг себя. За этим последовал и второй укус, Но только выше, за бедро. Мужчина закричал, Роняя в грязь телефон, делая шаг в сторону, Но натыкаясь на раскрытый гроб, Падая в него. Господи! Сверху мгновенно навалилась Тяжесть. Склизко, холодная. Дмитрий Олегович забился, Пытаясь выбраться, но не смог. Укусы острых зубов раз за разом Вонзались в его тело. В мягкие места, Причиняя нестерпимую боль. Ослабевшие руки Наткнулись на что-то вытянутое, Упругое. Таня! Танечка! Последней мыслью Дмитрия Олеговича Были счастливые воспоминания Супружеской жизни. Картины прошлого промелькнули Всего лишь за одно мгновение, А затем все погасло, Когда боль разлилась по всему телу, А сердце остановилось навсегда. Макс, просыпайся! Послышался голос откуда-то со стороны. Да просыпайся уже наконец! Он звучал назойливо, Неприятно. Да вдобавок его сильно трясли, А это не шло на пользу организму, Особенно после вчерашнего Возлияния с приятелями. Господи, да хватит дрыхнуть! Мужчина наконец трудом Разлепил глаза, Уставившись в белого цвета потолок. Затем, скосив взгляд, Увидел рядом свою благоверную. Вероника, склонившись над ним, Держала его за плечо. Несмотря на раннее утро, Ее вид был опрятен. Впрочем, как и всегда. В отличие от меня, Ленивой свиньи! Подумал он. Что? Что происходит? Макс принял с трудом сидячие положения, Пытаясь совладать собственным желудком. Мир слегка кружился. По-видимому, Алкоголь еще окончательно не вышел из него, Продолжая бурлить в крови, Источая яд. Там, На заднем дворе. Супруга указала подбородком в сторону окна, За которым виднелся небольшой садик, С некоторыми видами деревьев. Хотя, в основном, Макс там больше отдыхал с пивом, Размышляя о смысле жизни. Что там? На заднем дворе? Спустив ноги, Макс бросил опасливый взгляд в окно, Не желая делать резких движений. По стеклу бил мелкий дождик, Стекая множественными ручейками. Иногда раздавался грохот, Но перед этим вспышка молнии. Давно не было такой погоды, И, как ему помнилось, Около полтора месяца. Там земля провалилась. В смысле, провалилась? Не понял супруг, Уставившись в недоумении. Вероника недовольно поджала нижнюю губу, Складывая руки на плоской груди. Она смотрела на мужа, Прикидывая, То ли он действительно дурак, То ли алкоголь растворил окончательно Все мыслительные процессы Под черепной коробкой. Не знаю, Я вышла, чтобы отнести в сарай Твои пивные бутылки, И обнаружила дыру в земле, Она примерно вот такая. С этими словами Женщина развела в стороны руки, При этом, Для убедительности, Распахнула вдобавок широко глаза, Будто это могло помочь в том, Какая на самом деле была Та самая дыра. И откуда она там взялась, Если вечером еще ничего не было? Блин, да откуда я знаю? Ты совсем уже дурак? Просыпайся, наконец! Жена потрясла мужа за плечо, И в голове тут же раздался Маленький взрыв ядерной бомбы. Хватит! Поморщился Макс, Не удержавшись и громко застонав. Алкоголик! Бросила благоверная, Махнув рукой, Выходя из комнаты Своим торопливым маленьким шагом. Она ходила так всегда, Быстро, Небольшими шажочками, Так что по полу Раздавался дробный звук, Иногда забавляющий, А иногда и раздражающий. Все зависело от ситуации. Как бы мне быстрее сдохнуть, Подумалось мужчине с тоской. Со стоном он поднялся На негнущиеся ноги, Направляясь на кухню, Где в аптечке Отыскал таблетки от головной боли, Приняв сразу пару. Конечно, лучше бы холодного пивка, Но жена и без того Уже косо на него смотрела, Постоянно не забывая упоминать, Что алкоголизм совсем уже рядом, Буквально за следующей бутылкой. Он так же реален, Как и твое пузо, Любила добавлять она в самом конце, Будто ставя этим предложением Жирную точку. А ты думал, Может, я не от хорошей жизни пью, Пытался возражать благоверный. Слова настоящего алкоголика, Прилетало ему в ответ мгновенно. Спустя минут двадцать Мужчина вышел под дождь, Морщась от прохлады. Он приблизился В сопровождении жены К тому месту, Где обнаружилась дыра. И действительно, Таймелась среди деревьев, Убегая куда-то вниз, Скрывая глубину чернотой. Видишь, Сказала Вероника С такой интонацией, Будто в ее словах Раньше сомневались. Интересно. И это все, Что ты можешь сказать? А чего ты еще ждала? Присев на корточке, Макс попытался разглядеть что-либо. Но, увы. И даже брошенный маленький камушек Почти ничем не помог. Звук дождя заглушил удар. Что там? Топталась за спиной супруга, Держа у себя над головой Раскрытый зонт. Та ничего. В каком смысле? В том смысле, Что ничего не видно. Мужчина провел медленно Ладонью по стене дыры, Которая, на удивление, Оказалась слишком гладкой. Словно являлась рукотворной. Или же много столетий Стенки сглаживала вода, Чего быть, конечно же, не могло, Так как эта самая труба Уходила вертикально. Да и никогда здесь не было никаких водоемов, Если не брать уж совсем древние времена, Когда вся Кубань являлась дном океана Тетис. Но тогда и не имелось тех, Кто мог сотворить эту трубу. Тоннель. Разве что какие-нибудь рептилоиды С Марса. Выпрямившись, Макс поглядел на сверкающее молниями небо. Дождь почти закончился, И тучи постепенно уходили В сторону залива. Где-то у горизонта Даже проглядывали слабые лучи солнца. Подул приятный ветерок, От которого чуток стало легче, Принося с собой весеннюю свежесть. Что ты собираешься с этим делать? Вероника указала подбородком на дыру. Спущусь туда. Ты с ума сошел? Жена даже сделала два шага назад, Будто до конца не верила в тот бред, Который только что услышала. По ее мнению, Только идиот может совершить такое. Но почему же? Мужчина потер висок, С удовлетворением отмечая, Что головная боль прошла. Таблетки помогли. А ты не боишься, Что этот, Так называемый тоннель, Может обвалиться? Ну, а вряд ли. Смотри, Стены там очень крепкие, Словно из обожженной глины, Или даже из камня, Я б сказал. Да и размер позволяет, Как раз спуститься, Среднему плотности человеку. Супруга со скепсисом Оглядела благоверного, Задерживаясь на животе, Будто подвергала сомнению Слова по поводу средней плотности. Макс же попытался втянуть пузо, Но из этого ничего не вышло, Только сильнее кровь Прилила к лицу. А воздуха стало поступать Меньше в легкие, Поэтому все попытки казаться Стройнее были отброшены моментально. В конце концов, Я не девка, Чтоб следить за своей фигурой. Мне это не надо, И так пойдет. И как ты это планируешь сделать? В голосе жены Слышалось беспокойство, Что признаться честно Оказалось приятным ощущением. Ведь в последние годы Их отношения перешли В разряд привычки, Просто совместное проживание. И о былых чувствах Никто уже не вспоминал. Да и это понятно, После двадцати лет брака Даже секс как-то не радовал. Старею, наверное, Подумалось ему с легкой грустью. Ну, как-то уже Слишком ран признаться. Всего лишь пятый десяток пошел. Где-то минут через тридцать Все оказалось готово. Макс принес из сарая Длинную веревку, Мощный фонарь, Саперную лопату И охотничий нож. А лопата тебе для чего? Не поняла жена. Яму, что ли, Будешь там копать? Да на всякий случай, Мало ли чего. Мешать не будет. Пускай болтается В чехле за спиной. Обмотав веревку Вокруг ближайшего ствола дерева, Мужчина под пристальным взглядом Жены стал опускаться. Ноги на какое-то время Повисли в пустоте, Но вскоре подошва у ботинок Уперлась в огладкие стены. На секунду разум Сдавил страх Замкнутого пространства, Так как, Хотя сам тоннель Мог свободно уместить Взрослого человека, Но все же не являлся Достаточно широким, Как бы хотелось Для полного комфорта. Не хватало совсем чуть-чуть, Чтобы плечи Не терлись о стены. Что я делаю? Пронеслось в голове. Да для чего все это? Мне лучше бы остаться там, Наверху. Макс поднял взор, Встретившись с голубыми глазами Вероники. В них плескалась тревога за мужа. Ты там это... Ну, осторожней, что ли? Не волнуйся, Все будет в порядке. Спуск продолжился. Все дальше и дальше. И чем глубже опускался мужчина, Тем более отчетливее бил в нос Запах сырости и болота. С другой стороны, Это и не удивительно. Ведь всю ночь шел дождь, И сюда успела попасть вода. Да и внизу еще неизвестно, Что ждало. Некоторые поговаривали О втором дне Подъейским лиманом И Таганрогским заливом. Вот так каким-то людям Удавалось туда отыскать вход. Но каким образом, Никто не ведал. Байки, наверное. Таких историй много довелось слышать. Как и о подземных ходах, Шторы или Турки, А может быть и греки Вместе со скифами и неандертальцами. Впрочем, Насчет подземных ходов Под городом Все это оказалось правдой. Макс сам по ним блуждал С пацанами в далеком детстве. Входя в них через старую канализацию И таким образом Проходя весь город. Но после пропажи Нескольких человек Уже в нынешнее время Все входы перекрыли, Не желая создавать новые случаи. Ведь под землей Лазала не только пацан-ва, Но и всякие наркоманы С бомжами. Спустившись таким образом Метров на десять, Макс вдруг перестал ощущать Спиной гладкую стену. И только сейчас за него дошло, Что сама каменная труба Закончилась, И он теперь висел в пустоте. Тут же бросил взгляд вниз И с облегчением выдохнул, Так как до пола оставалось Не больше метра. Вот и все. Спустившись до конца, Мужчина выпрямился, Разглядывая тоннель высотой Чуть выше него самого И шириной около трех шагов. На стенах из камня Выделялся мох, Местами засохший, А местами вполне белый. Конечно, такого цвета Тот быть не мог, Но все же. Или это все-таки Не моха, А нечто другое? Какой-то налет грязи? В нос сшибал запах рыбы. Море, Тухлой воды. А по ботинкам Чавкала какая-то грязная жижа. А в этом нечто Копошились черви. Тонкие, длинные, Почти прозрачные. Их оказалось немного, Но вполне хватало, Чтобы вызвать отвращение. Водя фонарем Из стороны в сторону, Макс с опаской Двинулся в выбранном направлении. То и дело останавливаясь, Замечая на гладких стенах Глубокие борозды. Некие царапины. Но кто их мог оставить? Это было вопросом на миллион. Хе-хе, А это еще чего такое? Шагнув вперед, Сощурив взгляд, Мужчина вытащил из одного углубления Нечто загнутое, С острым концом. Спустя секунду До него дошло, Что это было Самым настоящим Когтем. И совсем не маленьким, Как у домашних животных. Скорее уже размером с медвежий. Да что за... Затравленно оглянувшись, Макс глотнул Подступивший к горлу ком. Было ясно, Что находка довольно старая, Но все равно От этого становилось Не по душе. Конечно, Здесь была не Москва, И не Одесса Со своими подземными тоннелями, О которых ходили Жуткие неволийцы. Но все равно В мозгу всплыли Страшные монстры, Чьи изображения, Размытые, Неясные, Довелось увидеть В интернете. Понятно, Что это Все липа, Но от этого Не легче. Сунув Коготь в карман С ножом, Макс с осторожностью Пошел дальше, Поглядывая себе Под ноги, Чтобы не наткнуться На неожиданность В виде какой-нибудь Дыры в полу. Еще не хватало Здесь что-нибудь Сломать, И тогда... Вероника По-любому Поднимет панику, Если я не вернусь Спустя несколько часов. Тоннель Продолжал Убегать вперед, Заставляя По-прежнему Морщиться От дурного запаха И тревожиться От жуткого места. На душе Скребли кошки. Правильно ли он Поступает, Продолжая Свой путь, Или же ему Лучше Подняться На поверхность. Следовало бы, Наверное, Сообщить Кому-нибудь О находке. Под ногами По-прежнему Чавкала грязь, А луч фонаря Стал выхватывать Из мрака Все новые и новые Неприятные детали В виде костей Мелких грызунов И рыб. А однажды Даже показалось, Будто из грязи Торчит Человеческий череп. Да не, Фигня, Пробормотал Мужчина Себе под нос. Это место Заставляло Нервничать, Чувствуя Постоянную Опасность. Возможно, Всему виной Вся та Тяжесть земли, Которая Находилась Над головой Или же Сам тоннель, Который Скрывал Во мраке Свои Неведомые Тайны. Макс Вдруг Замер, Затаив Дыхание. До его Ушей Донесся Какой-то Странный Звук То ли Скрежет, То ли Царапанья. Он Длился Всего Пару Секунд, После Чего Все Затихло. Лишь Его Собственное Учащенное Дыхание Нарушало Тишину Этого Мрачного Тоннеля. И в этом Вселенском Вакууме Почувствовалось Некое Движение. А затем Кто-то Схватил За ногу Силой Швыряя В жижу. Ах! Вырвалось Из него. Тело Взрослого Мужчина Некая Сила С легкостью Потащила По тоннелю. Все Дальше И дальше Поднимая Волны Зловонной Грязи. Макс Чувствовал, Что его Лодыжку Держит Нечто Крепкое, Что впилось Прямо В плоть, Причиня Невыносимую Боль. Но Вот Кому Это Принадлежало, Знать Отчего То Не Хотелось. Боже, Боже! Брыкнувшись, Мужчина Вывернулся Из схватки, Останавливаясь, Освещая Лучом Окружающее Пространство Фонарем, Который Только Чудом Не Выпал Из руки, Потерявшись Где-то Позади. Тоннель Оказался Пуст. Нигде Не Было Видно Этого Существа, Которое Тянуло Его С десяток Метров За собой. Впрочем, Это И Не Удивительно. Ведь В сторону Уходили И Другие Ответвления, Прячу Во мраке Неведомое Жуткое. Что? Что Это Было? Следует Как Можно Быстрее Возвращаться Обратно. Поднявшись На трясущиеся Ноги, Отплевываясь Грязью, Макс Завертелся По сторонам. Ему Вдруг Стало Казаться, Что Со Всех Сторон За ним Наблюдают Чьи-то Голодные Глаза. Ужасное Чувство. Когда Вдобавок Еще Тогда, Когда Ты Находишься Один, Неведомо Где. Да Херня Какая-то. Блин. Перед ним Оказалось Помещение Приличных Размеров, В которое Мужчина Состорожностью Вошел. На Противоположной Стороне Находилось Некое Уродливое Каменное Извояние, Напоминающее Отдаленно Человека И еще Что-то Безобразное. Стены Покрывали Многочисленные Примитивные Рисунки, Будто Художником Являлся Совсем Уж Маленький Ребенок Лежу Умственно Отсталый. Большие Круглые Головы С Вытянутыми Змеиными Телами И Тонкими Руками. Этих Существ Было Сотни, Если Не Все Тысячи. Они Переплетались Друг с Другом В Некоем Танце, В Адской Вакханалии, Плавая В Воде. А Где-то На Берегу, По-видимому, На Каком-то Отрезке Суши Находились Люди, Что Склонили Свои Голови Перед Этими Странными Существами. В Их Руках Имелись Копья И Луки, А Также Дары В Виде Голов Животных, Каких-то Фруктов И Еще Чего-то Прочего. Возня Оказалась Слишком Примитивной, Чтобы Разобрать Так Сразу Все Подробности. Да И Время Все Это Совсем Не Пожалело. За Спиной Раздался Какой-то Непонятный Звук, А Мужчина Резко Крутанулся, Выхватывая Лучом Фонаря Пустоту, И Лишь Только Жижа Все Еще Колыхалась Там, Где Секунду Назад Находилось Нечто. Следует Срочно Отсюда Выбираться. Ну И Черт Все Это Макс Осторожностью Вышел Из Помещения Или Лучше Уж Сказать Естественной Полости Под Землей. Осматриваясь, Ждаю Видеть Что-то Жуткое, Но Пока Ничего Заметно Не Было. Может Быть Потом Я Сюда Не Один Из Фотокамеры Но Теперь Главное Унести Отсюда Ноги. Стараясь Держаться Спиной К стене Так Мужчина И Продвигался По Тоннелю Уходя Все Дальше От Странных Рисунков Оставляя Их В вечном Мраке. Иногда Слышался Шорох Из Темноты Но Он Быстро Прекращался Вновь Уступая Место Чавкающему Звуку Из-под Подошв. Тем не менее Мужчина Благополучно Добрался До того Места Откуда Свисала Веревка. Он Поднялся По ней То и дело Ожидая Что Вот-вот Кто-то Схватит За ноги. Но Страхи Оказались Беспочвенными. Вскоре Показался Спасительный Просвет И Тревожное Лицо Жены. Он Лежал Медленно Погружаясь В сон. На первом Утаже В одной Из Комнат Работал Телевизор. Вероника Смотрела Какое-то Своё Очередное Шоу Или Сериал. А Сам Макс Выпив Пиво Отправился Было Спать. Но Супругу Указало В другом Направлении. Нечего На меня Дышать Своим Перегаром. А Также Храпеть На Ухо. Чеши Дрыхнуть На Второй Этаж. Там Тебя Слышно Не Будет. Макс Не Был Против. И Поэтому Молча Направился По Ступеням Вверх. Падая На Диван, Как Был В Спортивных Штанах И Футболке. Он Ничего Не Рассказал О Произошедшем Внизу Супруги. Незачем Ей Знать О том, Что В Дыре Водилась Какая-то Хрень. И Без Того При Воспоминании По Телу Пробегала Дрожь. А Нога, Где Ее Ухватили Когти, До Сих Пор Ныла. Хотя Уже И Запеклась Небольшими Ранками. Лишь Бо Инфекцию Не Поймать. Надо Наверное Завтра Обратиться В Больницу. Но Что Он Сможет Им Сказать? В голову Ничего Не Приходило. Да И Саму Дыру Также Нельзя Просто Так Оставлять, Пока Макс Ее Прикрыл Металлическим Листом. Вряд Ли Из Нее Кто-либо Сможет Выбраться По Гладкому Вертикальному Тоннелю. Ведь Ему Самому Потребовалась Веревка. А Тем Существам Наверное Я Отыскал Именно Их Коготь. Все Это Не Укладывалось В голове. И Больше Было Похоже На Сюжет Для Фильма Ужасов. Какой-то Кошмар. Ему Возможно Только Чудом Удалось Остаться В живых. Вырваться Из Цепких Лап Смерти. Ведь Кто-то Там Прятался Во Мраке. В Этом Не Было Никаких Сомнений. А И Не Один А За окном Начала Брехать Собака. Срываясь На Виск. Но Через Секунду Умолкла Захлебнувшись Собственным Лаем. Макс Лениво Приоткрыл Глаза. Но Тут же Снова Сомкнул Тяжелые Веки. Вновь Погружаясь В алкогольную Дрему. Умолкла И Ладно. Нечего Ему Сейчас Беспокоиться О какой-то Там Соседской Псиня. Снизу Раздался Некий Шум, А следом За этим Визг Жены. Мужчина Мгновенно Проснулся, Принимая Сидячее Положение. Нехорошее Предчувствие Забилось В нем Испуганной Птицей, Крича Об опасности. Мысли Сразу Отчего-то Обратились К листу Железа И Дыре. Ть, Следовало Положить Что-то Более Тяжелое. Буквально Скатившись По лестнице Глазовлажные Дорожки Слизи На полу. Как от улитки, Но только В сотню Раз больше. Они Тянулись Со стороны Кухни, Где имелась Дверь, Уводившая Во двор, А дальше И к дыре. Остановившись На пороге, Макс Увидел Жену, Которая Боролась С двумя Тварями Совершенно Жуткого Вида. Они Оказались Похожими На тех, Кого Довелось Увидеть На примитивных Рисунках. Вытянутые Змееподобные Колчатые Тела Без ног. Их Треугольные Головы Украшали Волосы, Шевеляющие Сами По себе, Будто Являлись Отдельным Организмом. Черные Без Зрачков Глаза Ничего Не Выражали, А широкие Пасти, Усеянные Множеством Иглоподобных Зубов Распахивались, Выдавливая Вместе Со Слизью Шипящие Звуки, Кожа Казалась Бледной Словно Брюхо У Рыбы. Одна Из твари Резко Крутанулась, Извиваясь Гибким Телом, Выбрасывая Вперед Жилистые Руки С острыми Загнутыми Когтями. Мак Сделал Шаг Назад, А потом, Повинуясь Какому-то Чувству, Ударил Ладонью По Выключателю. Под потолком Ярко Вспыхнула Лампа, Отбрасывая Мрак, Разгоняя Его по Самым Дальним Углам. Работающий Телевизор Продолжал Болтать, Показывая Очередную Серию Ночного Сериала. Максим, Прокричала Вероника В животном Ужасе. Она Забралась На диван С ногами, Держа Перед Собой Ей Самой Вышитую Подушечку, Будто Та могла Защитить От Существ, Которые Каким-то Образом Смогли Выбраться Из Спинку Стул Обрушила Его На голову Ближайшего Чудовища. Тварь Закрутилась На одном Месте, Всячески Извиваясь Червем, Которого Вдруг Бросили На соль, А затем Силой Прыгнула Прямо В окно, Разбивая Стекло, Исчезая Во мраке Ночи. Жена Вновь Закричала, Но на этот Раз Более Отчаянно. Жилистые Руки Змей Подобного Существа Крепко Ухватили Веронику. Вонзая Когти В кожу И ослепленная Светом Тварина Последовала За своим Собратом Совершенно Не чувствуя Тяжести Ноши. По крайней мере Та прыгнула Так же Ловко, Как и первая, Используя Своё Мускулистое Змейное Тело. Виск Супруги Растворился Где-то Во дворе. Твою Мать! Пронеслось В голове. Макс Выбежал На улицу Восиком В одних Носках Уставившись На откинутый Лист железа И на то место, Где находился Тоннель Под землю. От супруги, Как и от тварей Не осталось И следа. Лишь только Дорожка Слизи Поблёскивала При включённом Свете Льющегося Из окон Дома. Схватив Фонарь Лопату И ружьё С которым Изредка Ходил На охоту В плавне Макс Выдвинулся К дыре С осторожностью Приближаясь К чёрному Отверстию Заглянул Вниз И не увидел Ничего Кроме Черноты И неудивительно Ведь с момента Нападения Прошло чуть больше Двадцати минут Так, так А это у нас что? Посветив Фонарём Мужчина Разглядел На гладких Стенных дыры Некие точки Глубокие Выемки Которые Раньше Не замечал Они как раз Подходили Для того Чтобы цепляться За них Когтями Подтягивая Тело вверх На мощных Руках Твоя же мать Выругался Он Сбрасывая Вниз Верёвку Спуская Ноги Глубоко Вздыхая Вновь Возвращаться В это жуткое место Не хотелось Но ничего Не поделаешь Как-никак Вероника Была ему женой Не путёвой Но всё-таки И не гоже Оставлять человека В опасности Да вдобавок Среди этих Жутких Тварей Эх И только Попробуй Меня потом Упрекнуть Если мы Оба Выживем В чём Либо Ему Понадобилось Пара минут Чтобы опуститься Вниз В эту Зловонную Жижу Фонарь Не высветил Ничего Если не Брать в расчёт Ткань От ночнушки Супруги Которая Указывала Путь В нужном Ему Направлении А ещё На стенах Тоннеля Виднелись Брызги Свежей Крови Господи Лишь бы Она была Только жива Зашагав Вперёд Макс Прошёл Прежним Утренним Путём Останавливаясь На развилке Посветил Фонарём На настенные Рисунки В помещении С алтарём Но и здесь Не было Следов Супруги Тогда Повернувшись Чтобы двинуться По одному Из выбранных Путей Мужчина Вскрикнул От неожиданно Появившейся Из темноты Твари Та зашипела Скале острые Зубы Хыф Вот же Срань Вскинув ружьё Макс Выпустил Заряд Прямо В мерзкую Рожу Разнеся Ту На куски Грохот Прокатился По тоннелям Оглушая На секунду Дезориентируя Откуда-то Издалека Послышались Жуткие Завывания Монстров А следом За этим Виск Вероники Переломив Ружьё Мужчина Перезарядил Его Бросаясь На звуки Поднимая Волны Зловонной Жижи Под ногами Чем дальше Он углублялся Тем менее Гладким Становился Тоннель Здесь Уже нельзя Было Принять Его Зарукотворный Слишком Большой Контраст Между тем Что За спиной И тут Стены Неровные Хотя И по-прежнему Гладкие Потолок Приближался То вновь Поднимался Вверх Одним Словом Теперь Не было Никаких Сомнений В том Что Очень Много Столетия А может И тысячелетий Назад Здесь Текла Вода Этакая Подземная Река Макс Спустя Два десятка Метров Очутился В огромном Пузыре Никак Это место Больше Не назвать Под ногами Вода Стены Покрыты Хлопьями Грязи Каких-то Наростов С потолка Сталагмиты Сливающиеся Со Сталактитами Становящимися Сталагнатами Нет Вновь Прокричала Супруга Тварей Здесь Оказалось Необычно Много Ни один Десяток А некоторые Из них Окружили Веронику Которая Лежала На некоем Островке Суши Растянутая За ноги Руки Ночная Рубашка Оказалась Порвана Во многих Местах Открывая Окровавленную Плоть На бедрах Эй Я Здесь Эхо От голоса Разнеслось Во все Стороны А следом За этим Раздался Многочисленный Вой И писк Монстров Жуткие Головы На тонких Вытянутых Шеях Поворачивались К человеку К новой Жертве В черных Глазах Не читалось Абсолютно Ничего А бледная Кожа Казалось Слегка Фосфорицировала В этом Царстве Тьмы Посветив Фонарем В рожу Чудовище Макс С удовлетворением Заметил Как-то Отпрянуло Будто От кислоты Ныряя В жижу И ничего Удивительного Если взять В расчет То Что эти Подземные Существа Всю свою Жизнь Провели Во мраке И никогда Не видели Света А если У них Вообще Зрение Или же Они Ориентируются На другие Чувства Спросил Сам себя Мужчина С другой Стороны Раз боеться Значит Все-таки Что-то осталось Он Выстрелил Раз Другой Убивая Сразу Двух Существ Прямым Попаданием Времени Перезарядить Ружье Не было Следовало Пользоваться Моментом Пока Твари Оказались На несколько Секунд Дезориентированы Ружейным Грохотом В замкнутом Пространстве Отбросив Ружье Кинувшись К жене Макс Схватил ее На руки Перебрасывая Через плечо Как мешок С картошкой Благо Супруга Весила Не особо Много Так как Являлась Небольшого Росточка И довольно Костлявой Но Хоть в чем-то Твои Вечные Диеты Принесли Пользу Выхватив Из чехла Лопату Макс Рассек Тонкую Шею Ближайшего Монстра Устремляясь Прочь Из пузыря Вновь Оказываясь В узком Тоннеле Одной Рукой Наносил удары Другой Придерживал Визжащую И хныку Еще одновременно Жену Которая Брыкалась Пытаясь Вырваться Явно Не соображая Ничего От шока И страха Тяпа Тяпа Куда же Дальше За спиной Слышалось Хлюпанье Шипение Оборачиваться Не хотелось И без того Становилось Ясно Что там Можно Будет Увидеть Сейчас Главное Унести Отсюда Ноги Но Вот Каким Образом Вероника Никогда Не сможет Взобраться По веревке Наверх Да и Твари Явно Настигнут Если Судить Все По тем Женарастающим Звукам Вот Черт Метнувшись В один Тоннель Макс Остановился Перед Существом Явно Женского Пола Если Судить По Обвисшим Болтающимся Грудям Тварь Завизжала Поднимаясь Словно Кобра На своем Змеином Теле Слегка Раскачиваясь Из стороны В сторону За ней Находился Молодняк В количестве Около Двух Десятков Уродливый На вид Мерзкий С полупрозрачной Кожей А у одного Из этих Гаденышей На треугольной Голове Находился Человеческий Череп Словно Тот Носил его В качестве Украшения Что Выглядело Довольно Странно Эх Сюда бы Запустить Газ А потом Чиркнуть Спичкой Ему Представилось Как здесь Все Взрывается Пожираемый Огнем Но Случись Такой Исчезнет И половина Города Если не вся Никто Не знал Насколько Километров Во все стороны Тянулись Эти бесконечные Пути Ему Припомнились Последние Новости Недельной Давности Когда на местных Сайтах Писали Что на Кладбище Стали Проваливаться Под землю Могилы И кто его Знает Может Причина Была Именно В этих Ползунах Которые Каким-то Образом Добрались До покойников Приняв Тех За пищу Крутанувшись Макс Рубанул Лопатой По голове Приблизившийся Со спины Твари Затем Переступив Через бьющееся В огонь И тело Мужчина Вновь Понесся Со всех Ног Прочь Тяжело Дыша Постепенно Выдыхаясь Несмотря На вроде бы Легкую Ношу Тем не менее Она имелась И с этим Ничего Не поделаешь А еще По-прежнему Брыкалась Лупя Кулачками По спине Чем Причиняло Жуткие Неудобства Да Угомонись Же Ты Уже Прикрикнул На супругу Муж Глотая Слова Со свистом Выпуска Из легких Воздух Удивительное Дело Жена Притихла Теперь Просто Болтаясь На плече Кулем И лишь Только Фонарь Который Бился Неприятно О грудь Причинял Дискомфорт Свет Его прыгал Из стороны В стороны Выхватывая Разные Куски Тоннеля А шнур На шее Натер Потную Кожу Так Что теперь Та жгла Огнем Та Когда же Все это Закончится Жи же Незаметно Стала водой И ее уровень Поднялся До колен Бег мужчины Сильно Замедлился А вдобавок Впереди Показался Тупик Ему Преграждал Путь Какой-то Мусор В виде Гнилых Веток И еще Куча Различной Дряни Чего Было В нынешней Ситуации Просто Не разобрать Помогай Откидывай Все это Отсюда Сбросив Жену Макс Стал Работать Руками Но тут же Обернулся Когда Буквально Рядом Раздалось Уже Знакомое Шипение Яркий Луч Выхватил Из мрака Около Десятка Монстров А за Ними Двигались Еще И еще Целая Армия Целый Легион Да Б Не стой Ты Столбом Вероника Преподая На израненную Ногу Принялась Вяло Откидывать Мусор Не обращая Внимание На опасность Похоже Его жена Смирилась С самыми Печальными Последствиями Для них Ведь пути К бегству Не имелось Из этого Тупика Вскоре Их Обоих Сожрут Одну Из тварей Макс Прикончил Как и вторую А вот Третья Налетела На него Неожиданно Вонзая Острые Зубы В плечо Рука С лопатой Разжалась А место Укуса Обожгло Дикой Невыносимой Болью Мужчина Закричал Отшатываясь Назад Натыкаясь На супругу Падая На нее Вместе До сих пор Повисшим На ней Чудовищем Иди нахрен Пошел Вон Макс Не понял До конца Что случилось Дальше Но его тело Рухнув Нагниющий Мусор Вдруг Провалилось Вовнутрь А спустя секунду Он уже оказался В воде Бултыхаясь Отплевываясь Потянуло Свежим Ветерком Ночной Прохладой Что за хуня Мужчина Увидел проем В нескольких метрах Подхватив жену Они оба Поплыли К свободному пространству Не обращая Внимания На тварей Которые Ловко Проскальзывали В проделанную Дыру Через пару секунд Муж с женой Оказались Под открытым небом Возле обрыва Плавая В водах Таганрогского Залива Где-то вдали Светился Огнями Ейск Повернув голову Макс увидел чудовищ Как минимум Десятка три Те скользнули Из отверстия И не обратив Внимания На двух человек Поплыли В открытые воды Держа уродливые Треугольные головы Над поверхностью Точно Змеи Какими По сути Являлись Являлись Отчасти Все Закончилось Спросила Дрогнувшим Голосом Благоверная Прижимаясь К супругу Обвив Его руками За шею Они Подплыли К берегу И уже Через минуту Оказались На твердой Поверхности Выходя На узкую Полосу Песка Взгляд Вновь Устремился К дыре Где Как раз Выбирался Молодняк Так же Устремляясь За старшими Собратьями Это Конец Вновь Спросила Вероника В ее Голосе Слышалась Надежда Ей Хотелось Позабыть Обо всем Этом Кошмаре Как можно Скорее Вернуться В свою Привычную Жизнь Боюсь Что Нет Покачал Головой Макс Думаю Это только Начало Впереди Город Ждал Курортный Сезон Который Должен Был Начаться Уже Вскоре И Каково Было Будущее Сказать Трудно Когда Люди Соберутся Сюда Со всей Страны И Сколько Будет Жертв От Высвободившихся Монстров Оставалось Лишь Гадать На Что Жертвы Будут Макс Отчего В этом Не Сомневался Нам Пора Ити Вероника Медленно Кивнула Но Не Двинулась С места По Прежнему Глядя Вдаль Туда Где Исчезали Подземные Твари Она Вновь И Вновь Переживала Все Произошедшее С ней Возвращаясь В этот Жуткий Кошмар Что С тобой Поинтересовался Макс Встревоженно Дурак Не Задавай Глупых Вопросов Ты Сам В Курс Что Произошло Он Смотрел На Супругу Согнутую Маленькую Фигурку Вспоминая Те времена Когда Они Только Поженились Ведь Чем То Она Его Привлекла А я Такого Огромного Увольня И Куда Все Это Ушло Не Могли Эти Чувства Исчезнуть Просто Так Пустоту И Тут Макс Понял Что Все Осталось На Своем Месте Он По Прежнему Испытывает К Супруге Привязанность И Даже Гораздо Больше Возможно Его Любовь Трансформировалась Именно В такие Ощущения Ведь Если Бы Вероника Была Ему Безразлична То Мужчина Не Стал Б Спускаться Во Второй Раз Вниз Рискуя Собственной Жизнью Что Такое Вообще Любовь Кажется Это Чувство Которое Живет В каждом Это Привязанность Близких Людей Друзей Мужа Жены Матери Детей И Даже Животных Которое Проявляется В том Что Они Любят Заботиться Друг о Друге И пытаются Дать им Все Что Только Можно Просто Надо Различать Любовь Настоящую От Любви Невзаимной А Какая Ж У нас Глубоко Вздохнув Макс Сделал Нерешительный Шаг К жене Обнимая Ту Прижимая К себе Вероника Не Возражала Уткнувшись Лицом В грудь Супруга Она Все Будет У нас Хорошо Пробормотал Мужчина Неуклюже Поглаживая Пальцами По волосам Своей Избранницы Ты Правда Так думаешь Конечно Иначе Никак Есть Надежда На светлое Будущее Всегда За ночью Приходит День По-другому Просто Быть Не может Взяв Веронику За руку Максим Повел Ее По пустому Берегу Направляясь Прочь От воды Не заметив Как из дыры Выбираются Все новые Новые Ползуны Оказавшись На свободе Те теперь Не будут Ограничены Замкнутым Пространством Начав Активно Плодиться Имея Вдоволь Пищи Выдержки Из интернет Издания 23 апреля Кубанские Вести Под городом Были обнаружены Тоннели Протяженностью Около Семи Километров Как оказалось Под землей Некогда Текла Древняя Река Прибывшей Группой Палеонтологов Внизу Обнаружились Кости Лошадей И мамонта А также Настенные Изображения Древнего Человека 30 мая Кубанские Вести Не успел Начаться Купальный Сезон Как уже Появились Первые Жертвы Нам стало Известно Об исчезновении Сразу Восьми Человек Власти Города Пока не Дают Никаких Комментариев Но Многие Отмечают Что Все пропавшие Находились На пляжах В темное Время Суток Ведется Следствие 14 июня Кубанские Вести Массовый Выброс Рыбы Но Это Возможно Связано С Высокими Температурами Которые Царят В Краснодарском Крае Последние Две Недели Также Обнаружились Новые Пропажи На косе Долго Исчезло Трое Студентов Из Ростовской Области А также Семья Из Самары 18 июля Кубанские Вести Чуть Больше Чем За два Месяца Пропало 43 Человека Курортный Сезон Официально Остановлен Также В плавнях Были Обнаружены Фрагменты Принадлежащие Ранее Исчезнувшему Гражданину Никуленко Из Щербиновского Района Который Пропал Три Дня Назад Со Своим Кумом 21 Августа Кубанские Вести Местные Жители Засняли На видео Странное Существо Которое Было Выброшено На берег Таганрогского Залива В районе Каменки Что Это Пока Выяснить Не удалось Как мы Видим На снимках И видео От морского Обитателя Мало Что Осталось Но Явно Это Не Дельфин 12 Сентября Кубанские Вести На Должанской Косевеле Обнаружены Три Растерзанных Тела Они Принадлежали Семейной Паре Которая Приехала В Краснодарский Край На отдых Вместе Со Своим Ребенком Из Мурманска Кто Или Что Стал Причиной В июле По Распоряжению Губернатора Края 30 Октября Кубанские Вести С первыми Пришедшими Холодами На берег Стало Выносить Странных И жутких Существ Змееподобных Ранее Не виданных Науке Они Все Оказались Мертвы Также Местные Рыбаки Сообщают Что Тела Этих Существ Плавают На поверхности Воды Начиная От Ейского Лимана И заканчивая Азовским И Черным Морем Возможно Всему Причина Резкое Понижение Температуры Которое Произошло Два Дня Назад 12 Ноября Кубанские Вести В древних Тоннелях Под Городом В одной Из Естественных Полостей Были Обнаружены Тысячи Яиц Некоторые Эксперты Связывают Их Со Странными Змей Подобными Существами Чей Массовый Выброс Случился В октябре Месяце Сейчас В городе Работает Группа Специалистов Прибывшая Из Москвы Конец Рассказа